Исполняющий обязанности ректора Медина Константин Аймедов теперь попадает на рабочее место без особых проблем, хотя еще пару дней назад пробивался с боем. Поскольку страсти чуть поутихли, он решил наконец-то ответить на все вопросы общественности. По его словам, раньше этого не делал, поскольку было много работы. Ведь вступительная кампания сейчас в самом разгаре, да и о зарплате сотрудников нужно было позаботиться. И судя по всему, с данными вопросами проблем уже нет. А вот с официальными выборами нового ректора есть. В дело вмешался Киевский суд. Печерский районный суд в складе судей Новак забороняет Министерство охраны здоровья оголошивать конкурс на замещение посады ректора университета. Та вчинять будь-якие дии, спрямованные на проведение конкурса на замещение цієї посады. Целком очевидно, что эта ухвала не відповідає закону, взагалі ніяким нормам. Немало вопросов было посвящено комиссии МОЗа, которую сторонники теперь уже экс-ректора Запорожана называли нелегитимной, поскольку в ее состав входили общественники. Эту ситуацию оставили практически без комментариев. Аймедов лишь отметил, что по его информации причиной проверки стали многочисленные жалобы на работу ректора, в том числе от сотрудников университета, большая часть из которых связана с коррупцией. Хотя сам он жалоб не писал. Вы сами знаете, сколько слухов входит вокруг нашего ВУЗа. Открыть можно Facebook или другие соцсети. Информации там очень много, причем чуть ли не с подробностями, где, на каких кафедрах, какие преподаватели, какие требуют деньги, за какие оценки. И вот эти же слухи слышал и я тоже. Я не являюсь правоохранительным органом, я не являюсь следователем. Я являюсь человеком, который слышит то же, что и вы. И отдельные обращения, которые приходили в Министерство здравоохранения, они тоже нацелены были на выявление этих фактов. Очень странно, что человек, работающий в структуре ВУЗа, где, по мнению многих, коррупция, если не процветает, то, по крайней мере, присутствует, не сталкивался с ней лично. Поверить в то, что Аймедов не брал денег, можно. А в то, что за столько лет не замечал этого за коллегами, уже гораздо сложнее. Помимо этого, стало известно, что ИО ректора сейчас ходит с личной охраной, которую нанял за свой счет. Причиной для этого стали угрозы от неизвестных. Тем не менее, он заявил, что готов отвечать на вопросы и в будущем. И, учитывая ситуацию вокруг ВУЗа, они еще определенно появятся.